Бывший лидер пророссийских сил Донецка, так называемый народный губернатор Донбасса, а теперь еще и рассерженный патриот Павел Губарев, признался, что его жена Екатерина Губарева занималась организацией военных преступлений на территории Херсонской области. Весной 2022 года, после захвата Херсонской области российской армии, Екатерина Губарева была назначена заместителем гауляйтера этого региона. И по словам Павла Губарева, именно она организовывала похищения и расправы над людьми, которые выходили в Херсоне на митинги за Украину, а таких было очень много. Екатерина Губарева вычисляла сторонников Украины в социальных сетях, после чего составляла из них список, который передала полевому командиру ДНР Валентину Матузенко по кличке Атаман Иванович. Матузенко занимался непосредственно похищением сторонников Украины. Там происходило следующее. Украинцы выходили на митинги, говорили уходить оккупанты. По трассам ездил мэр Херсона и матом ругался на росгвардейцев. Никто ничего не предпринимал. Это весна, 20 март 22-го. Март 22-го. Она взяла, удаленно посадила ребят на то, чтобы вычислить сетку организаторов митинги. В инстаграме, в фейсбуке. В Херсоне. Да, в Херсоне, в Каховке, по-моему. В Херсоне в основном они активничали. Она выявила сетку, потом эту сетку приехала в МВД, она нами контролировалась и сопоставила с МВД-базой, с адресной. Выявила адреса, распечатала. Она берет этот список. Едет Катаман Иванович, это создатель батальона Кальмиус. Он сейчас сидит за мародерством. Как раз в то время он этим всем занимался. Настоящий защитник русскоязычного населения. Сначала устраивал расправы над людьми, вся вина которых только в том, что они украинцы, родились в Украине, жили в своем родном городе и любили свою страну. А потом стал еще и грабить освобожденные территории. Впрочем, ничего нового тут нет. Он же ДНР-овец, а переносчики русского мира на Донбассе с 2014 года только так себя и вели. Она приехала к нему, была знакома, говорит, Татвана Иванович, дай мне ребят, мне надо произвести арест. И она, значит, все, пакуют их там, тюрем не хватило, яму выкопали. Красиво, четко. Кстати, Игорь Иванович курсовал, и она, что делать, что делать. Иванович, что делать. Яму копайте, зиндан. Это весна, марта 22. Марта 22. По словам Павла Губарева, похищенных людей было так много, что для них в какой-то момент даже перестало хватать тюрем и их стали просто закапывать в ямы. Причем, по его словам, соответствующие инструкции Екатерине Губаревой, как вот это все делать, давал Игорь Иванович, ну понятно кто, то есть Игорь Стрелков, Игорь Гиркин. И Губарев рассказывает об этом совершенно открыто, с таким смехом, как будто речь идет не о военных преступлениях, не о расправах над невинными людьми, которые вообще ничего не сделали. А вот о каком-нибудь пустяке, то есть им радостно, они смеются, они это все с удовольствием вспоминают. Причем важно, что такие расправы, они же проводились даже не над какими-то теробароновцами, не над диверсантами, а просто над мирными людьми. То есть кто ходил в Херсоне на митинги? Да обычные жители Херсона ходили просто на мирные митинги. Эти люди не приехали в Херсон. Они там жили, они ни на кого не нападали, они никого не трогали. То есть они просто мирно жили в своем городе и к ним пришли и стали их уничтожать просто за позицию, просто за то, что они украинцы, и они высказывали свое мнение в отношении происходящего. Вообще, конечно, это просто потрясающе, потому что, ну ведь они же целый год рассказывали, что такого не было. Это все выдумки украинской пропаганды. Российские военные никого не похищали. В Буче ничего не было, это все украинская какая-то клевета, это все фейк, не было никаких жертв, не было никаких расправ. И тут, пожалуйста, Паша Губарев выходит и совершенно спокойно, добровольно, не на каком-то допросе, да, а в интервью сам берет и рассказывает, что его жена занималась фактически организацией вот таких военных преступлений. То есть он фактически просто берет и свою жену сдает в Гагу собственными руками. Ну, разве что он еще заявление на нее туда не отправил, но в принципе то, что он рассказал, это практически равносильно. И опять же подчеркиваю, что это все добровольно, это же не под давлением, это никто не заставил. Они идут, они этим гордятся, они хвастаются тем, что они там делали. И дальше, кстати, тот же Паша Губарев, чтобы, знаете, два раза не вставать, стал еще рассказывать, как россияне грабили эту несчастную захваченную Херсонскую область, как они там мародерствовали, как в Херсон присылали криминальных авторитетов, и эти криминальные авторитеты прибирали к рукам и грабили местные херсонские предприятия. Потом происходит следующее, приезжает некий человек, да, мафиози, мафиози натуральный, не утрирует. Местные или российские? Ну, скажем так, Донецка, Донецка национальный. И говорит, я смотрящий, без меня не назначают, вот эти, вот эти, вот эти предприятия я беру под свой контроль. И, значит, жена говорит Армен, понимаешь, что эти предприятия запущены, они работают, все деньги идут через торговый дом. Донецкий мафиози по имени Армен, о котором идет речь, это, скорее всего, с вероятностью 99% известный донецкий криминальный авторитет по имени Армен Саркисян. Ну, во всяком случае, других криминальных авторитетов по имени Армен в Донецке не было. Армен Саркисян также известен как Армен Горловский. Он связан с Юрием Иванюченко еще в 2014 году, он занимался отправкой тетушек на Майдан, ну, а после 2014 остался на территории подконтрольной ДНР. О нем очень много информации в сети, я не буду сейчас подробно рассказывать, если хотите, погуглите и почитайте. Главное, как видим, у него все хорошо. Он работает под крышей российских спецслужб и занимается грабежами и мародерством на захваченных территориях Украины. А мы знаем, что произойдет с предприятиями, в случае, если они попадут в его руки. Но так потом в итоге и случилось. Предприятие в основном Херсон? Да, значит, она с ним прощается, говорит, что тут как бы нам не надо смотрящие там никакие. И, значит, Армен ушел, и спустя несколько дней арестовали Евгения Орлова, и начали издеваться над ним. Он две недели просидел пристегнутый к забору на улице. Это МВД кто арестовал? Ну, не МВД, а друзья Дзержинского, скажем так. В общем, жена Губарева вместе с друзьями Губарева попытались этого Армена вежливо послать, чтобы грабить Херсон самим без него. Но ничего не вышло, потому что Армен подключил свою крышу из ФСБ. ФСБшники приехали, похитили друга Павла Губарева по имени Евгений Орлов, это тоже его соратник по ДНР еще давний. Этого Евгения Орлова, как вы слышали, держали там где-то пристегнутым наручниками, чтобы сделать сговорчивее. И это помогло. Все предприятия, которые Армен хотел забрать, ему в итоге и отдали. Армен предприятие забрал и сотни миллионов расчехлил полностью. А предприятия они сейчас тут делают? Украине остались? Ну, это Херсонские, да, которые по эту сторону нет еще. Хорошо так провели деноцификацию, да? В общем, в очередной раз видим, что все вот эти бредни, да, про биолаборатории, там, расширение НАТО, украинский национализм. Это просто полнейшая чушь собачья, в которую никто в России не верит. И реальная причина, по которой они вторглись и сюда пришли, это просто банальный грабеж и мародерство на вот этих захваченных территориях. Причем, я сейчас говорю не результаты какого-то, знаете, расследования. Это не то, что там BBC написала, или Институт изучения войны, или какой-то ГУР опубликовал. Нет, это сами россияне совершенно открыто рассказывают. Они вообще не стесняются, они даже не скрывают этого. Нам не надо проводить никакие расследования, просто достаточно смотреть их интервью, и они сами рассказывают, что они там реально делают, и что на самом деле на этих территориях происходит. Мне интересно только одно. Но вот неужели реально после этого россияне, которые видят же это все, смотрят эти интервью, да, неужели они верят еще, что Россия тут кого-то освобождает, защищает, проводит какую-то демилитаризацию, деноцификацию? Ну, серьезно? Неужели кто-то верит, что тут вот в Украине люди радуются, что Россия пришла? Радуются, что вот пришли такие армены, их грабят? Ну, неужели вот просто реально кто-то до сих пор еще в этом уверен? Кстати, кончилась вот эта история с Арменом хорошо. Украинские военные освободили Херсон, и Армен уехал назад к себе в Донецк, где сейчас отжимает бизнес у очередного друга Паши Губарева. Сейчас он занимается отжимом бизнеса у одного моего знакомого в Донецке. Это к вопросу о том, вот он у нас есть списка, давай перейдем, как управляется на территориях. Какой хороший русский мир Паша Губарев построил, да? Может гордиться собой, причем он же продолжает на полном серьезе за всю эту клак утопить. За всех этих мародеров-ФСБшников, за криминальных авторитетов, за бандитов, которые приезжают отжимать и так далее, за всю эту гниль он продолжает топить, хотя понимает, что ничего другого Россия с собой в Украину не несет. Это вся суть вообще нынешнего российского государства. И вот крайне важно эту информацию распространять. Помогите ее максимально распространять, чтобы она доходила до всех. Особенно важно, чтобы это посмотрели в Беларуси, в Казахстане, в каких-то других государствах, где понимают русский язык, чтобы люди просто знали, что реально происходит в Украине и зачем на самом деле Россия в Украину пришла. Что это не защита каких-то русскоязычных, это не борьба с НАТО, это не проблема в каких-то там биолабораториях, как в Кремле врут. А это просто банальный грабеж и мародерство. Они пришли в Украину просто, чтобы грабить. Это все должны понимать. Не хотите слушать украинцев? Не верите, что мы тут сгущаем краски? Послушайте россиян. Губарев, Стрелков, они сами об этом говорят. Послушайте их. Но им же нет резона наговаривать на самих себя. И просто это важно распространять. Потому что всякому нормальному человеку, вообще не важно, где он живет, хоть он в Казахстане живет, хоть в Армении, хоть в Беларуси, хоть даже в самой России, порядочный, нормальный, честный человек, он не может это поддерживать. Он не может поддерживать грабеж, когда приезжают вот такие армены и начинают просто вычищать, грабить, мародерить все, что они видят. Не может нормальный человек такое поддерживать. Поэтому поддерживайте Украину, распространяйте такую информацию. Подписывайтесь на канал, потому что здесь звучит такая правда о том, что происходит в Украине. Оставляйте лайки, комментарии к видео. Это поможет получить видео больше охвата. И, соответственно, вот эту правду о происходящем увидит больше людей.